Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в Romero's Aftermatch. Это такая вариация DayZ и H1Z1. В принципе, тут можно играть как от третьего лица, так и от первого лица. Конечно же, если у вас есть в руках автомат, то лучше играть от первого лица, соответственно. Так приятнее. Ну, а эстетичнее, конечно же, от третьего. Здесь можно, потому что персонажа крафтить. Кстати, насчет крафтинга. Вот, собственно говоря, тут можно выбирать, какое у него будет лицо. Прическу можно сделать, маски. Маски, конечно же, приобретаются все отдельно. Их тут, конечно, не так много, в принципе, этих масок, но они достаточно приятные. Перед тем, как приобретать маску, конечно же, можно ее протестировать. И это прикольно, это очень-очень круто. Кстати, классная маска. Потом, тут есть шлемы, шляпы, каски, все что угодно вообще абсолютно. Также можно приобретать одежду. Тут кому как удобнее. Прикольная маечка, да. Одевать его можно персонажа. То есть, на ноги, штанишки. Обуви почему-то нету. То есть, как я понял, обувь идет вместе со штанами, да. Ну, и костюмов тоже нету отдельно, которые сразу целиком идут. Не очень понятно это, но да ладно. Также у нас, конечно же, есть крафтинг. Куда же без него. И для того, чтобы что-либо скрафтить, мы собираем предметы. Вот, допустим, можно сделать эдакий лагерь небольшой, как в The Forest. И для этого нам надо собрать инструменты, детали, металл, дерево, клей, пластик и так далее и тому подобное. То есть, вполне нормально. Но меня больше интересует сейчас, как нам собрать, по крайней мере, хотя бы нож. Нож. Вот есть тюремная заточка. А для тюремной заточки у нас нифига нету. Очень-очень круто. Если вы заинтересованы в данном прохождении, то ставьте как можно больше лайков. Потому что игрушка достаточно интересная. И, насколько я понял, здесь оживленный такой сервер. То есть, много ребяток. И это прикольно. Это очень прикольно. Но, опять-таки, без ножа я не знаю, тут куда вообще ссуваться можно. Без понятия. Вообще, давайте мы сейчас сориентируемся. У нас есть недалеко ферма. Есть ферма недалеко. И есть какой-то лагерь. Он находится левее. То есть, где-то он там. Можно попробовать сходить вот в этот лагерь. Там такая текстурка с палаточкой. Может быть, в этом месте мы что-нибудь найдем интересное. Давайте пока что будем играть в режиме от первого лица. У нас сейчас предрассветное время. Мы находимся... Так, что-то игра проволагала. Наверное, подгружала текстуры. Мы находимся с вами где-то в прериях. По-моему, это Африка. Может, даже и не Африка. Но приятно. Графика очень-очень приятная. Очень симпатичная. Оптимизация радует. Вполне-вполне все так. Прикольно. Жалко только, что нельзя бежать одновременно, чтобы была включена карта. Я не знаю, почему так нельзя сделать. Но ладно. Насколько я понял, ПВП на этом сервере нет. Поскольку он для новичков сделан. Но здесь как бы такой туториал идет. Это прикольно. Это очень-очень прикольно. Не, конечно. Приятно. Приятно все сделано. Очень радует то, что, допустим, эффект ветра присутствует. Обратите внимание на листья. На листья на дереве. Они так колышутся от ветра. Вот это прикольно. Это очень прикольно. Мелочи приятны. Ох. Опа. Так. Что это за место? Мне очень интересно. Что, 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 что? Строить объект? Ага. Понятно. То есть, для того, чтобы здесь какой-то объект построить, нужно, чтобы у нас было определенное количество деталей, да? Интересно. Прикольно. Прикольно. То есть, в некоторых местах можно просто подойти и какую-нибудь, допустим, базу или лагерь сделать. Это круто. Это очень-очень круто. Что у нас тут вообще есть? Ноги, кстати. Но, к сожалению, персонажа нету. Ну, да ладно. О-о-о. Блин, красиво, слушайте. Очень-очень красиво. Тут как бы аккуратно можно спуститься вообще, да? Аккуратно спуститься можно. Вам нужен специальный инструмент, чтобы добывать. Наверное, из кактуса можно добывать воду. Это как бы аналогично. Так, из камней камня можно получать. Ну, соответственно, древесину тоже можно здесь фармить. Очень-очень прикольно. Чувак пишет снэперку и сделал патрон 0. Так, вот он. Вот он, лагерь. Я, на самом деле, не знаю. Может быть, в нем какие-то полезные плюшки будут. Сейчас мы это узнаем. Игрушка находится в альфа-версии, в раннем доступе. И здесь зомби. Так. Давайте мы аккуратно будем ходить. Очень-очень аккуратно, чтобы не напороться на зомбарей. Аккуратно, тихо. Так, самодельная повязка. Здесь что, больше кроме... ...самодельной повязки ничего и нету? Это обидно, тогда будет. Так, зомби пока что нас не заметил. Консерва, таблетки, сырная похлебка. Ладно. Тюремная заточка. Во-о-о-о. Ой, аккуратно. Так, у нас фонарик есть. Это прекрасно. Тюремная заточка. Взять. Вот так. Слушайте, давайте попробуем сейчас его тюкнуть аккуратно. Ах ты падла! На, на заточку в почку! О! Ох ты! Слушай, что-то как-то... Какие-то зомби тут... Какие-то они каменные, реально. Ха-ха! Какое-то избиение получается, реально. Ха-ха-ха! Ну это вы что, шутите вы? Сколько ж по тебе долбить-то надо с этой заточкой? На! На тебе, курор! По-моему, бесполезно. По нему больше нет смысла. Так, банка тушенки. Зажмите Е, чтобы подобрать. Так, подожди. Почему я нажимаю Е? Что за... А, вот, понятно. То есть только на таком расстоянии можно было это все взять, да? Это что? Консерва бобов. Ну, конечно же, наш персонаж хочет пить. И все такое. Пока что можно фонарик установить. И это будет вполне так нормально. Персонаж, нам ничего не нужно. Тяжелого фонаря. Его, кстати, наверное, можно использовать как оружие, да. Действительно. И давайте мы еще раз зайдем в этот трейлер. Потому что вдруг... Вдруг здесь что-то есть. Интересно. О, броня! Хорошо, что мы не ушли отсюда. Так, что это за броня? Такая пластина брони. БА-345 миллинар дает. Первый класс защиты. Можно разместить в любой слот брони. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Что-нибудь еще? По крайней мере, нет. Пока что больше ничего здесь нету. Опа-на. Да идите вы, блин. Валим отсюда, короче. Походу, за нами бежит. Блин, так прилегли вообще беспалевно. Зараза. Теперь попробуй. Ноги сделают это твари. Свалили? Вроде свалили, да. Прекрасно. Так. Надо понять, в какую сторону нам идти. Очень много лагерей находятся рядом с городом. Бэмбург какой-то. А как можно попасть в эти лагеря? Вопрос очень хороший. Я думаю, что можно попробовать пойти направо сейчас. Обойти немножечко. Давайте мы вот так пойдем в эту сторону. И как раз таки сейчас поднимемся на возвышенность. Там по тропиночке. И пройдем куда надо. И будет нормально вообще четко. Ну, по крайней мере, пожрать есть чего. Но, к сожалению, у нас ничего нету попить. Очень эффективно для остановки крови. Давайте мы съедим. По крайней мере, у нас персонаж теперь не такой голодный. Это круто. И, как я уже говорил, оптимизация меня очень радует. Правда, я не знаю, какой это движок. Но что-то мне подсказывает, что это Юнити. Возможно. Да. А может быть и нет. В любом случае. И ребята в чате тут достаточно так общаются активно. Это прикольно. Опа. А, понятно. Для сбора вам нужен специальный предмет. Какой? Кирка, наверное. Тут у нас есть кирка вообще? В меню крафтинга. Так. Ресурсный топор. Отличный помощник для обывания ресурсов. Дерево, камни и другие объекты. Очень хорошо. Нам нужны ресурсы для топора. Попробуй теперь еще найти. Ресурсы эти. Такие вообще. Жесть. В город я не знаю, соваться или не соваться. Потому что там много зомби. Там очень много зомби. Офигеть. Но и предметов там тоже, соответственно, так же много. Это просто замечательно. Так. Тут ребята общаются. Давайте мы их спросим. Почему так долго зомби мочатся? Нет, правда, это буражащий вопрос. Потому что я зомби наношу урон. Какие три удара? Так вот. Ты че? Я его заточкой раз пятьдесят пырнул. Вот, нормально, да. Может быть, тут какая-то заточка неправильная? У меня, да, и у меня такая мысль есть. И мы в верном направлении движемся, точно. А, ну, понятно. В голову надо. Ну, окей. Спасибо. С водой, конечно, тут жопа полная вообще. Абсолютно. Но приятно. Приятно то, что... Скажем так. Очень много природы. Вот если так правильно выразиться. Очень много природы, и это круто. То есть, в данном... На данном моменте, даже можно так выразиться. Игрушка, как я и говорил, в раннем доступе находится. Но уже прогресс у нее замечательный. Это очень круто. И кактусы. Кактусы. Мне нужна кирка, в идеале. Ну, ресурсная. Ресурсный инструмент. И как-то так. В общем, обязательно для того, чтобы мы могли, соответственно, с вами добывать воду. Потому что персонаж у нас пить хочет очень-очень сильно. Так, и у нас лагеря начинаются где-то в той стороне вроде. Да? Точно. Точно, да. Или где-то на возвышенности. В общем, один хрен. Нам туда надо. Тут кто-то в чате аэропорт ищет. Зачем тебе аэропорт? Ты собираешься улететь куда-то? Не знаю. Может быть. А может быть и нет. Меня больше всего сейчас интересует нахождение оружия нормального. Желательно какой-нибудь огнестрел и ресурсный инструмент. Потому что нужно все-таки напоить нашего персонажа. А на одних консервах ты жажду не утолишь абсолютно никак. И тут странная дилемма получается. Либо идти в город, либо так вот и бегать здесь в поисках кемпингов. Ну, вот этих фургончиков. Для того, чтобы там что-нибудь найти, какую-нибудь бутылку с водой. И мы уже рядом. Скоро, по идее, появится лагерь. Батарейки для фонарика вроде и не нужны. Кстати, чувак пишет в чате, что дубину можно скрафтить. Он сделал дубину с шипами и теперь с двух раз зомби выносит. Так, игрушка фризит. Значит, у нас рядом новая локация, скорее всего. И мы уже, да, мы совсем рядом с лагерем. Скорее всего, сейчас придется ножик устанавливать. И будет нормально. Будет очень-очень нормально. Мы порежем зомби. А где лагерь? А, вот он, вот он, вот он. Блин, он большой, слушай. И там зомби, да. Там уже зомби. Давайте мы заточку возьмем. Иди сюда. Ну что, где тут два раза-то? Ну, по крайней мере, мы его быстрее вынесли, чем предыдущего. И по-хорошему, дайте нам что-нибудь попить, пожрать сироп от простуда. Тут еще можно и простудиться, что ли? Ну, привет, блин. Да. На. Ну, их так вот. Накоммутируем. Что, все, что ли? Да, замечательно вообще. Хорошо. Хорошо. Давайте мы тут сейчас немножечко поизучаем. А, компас. Компас это очень круто. Безеровка. Да. Нам как раз попить надо. Марлевый бинт. С нее зелененькие выпали. Это замечательно. Очень. Опачки. Рюкзак. У нас теперь дополнительно появились места или как? Или рюкзачок? Смените рюкзак. О-па-па. Вообще великолепно просто. Давайте мы на радостях хлебнем газировочки. Только почему-то она нам не шибко-то и все восстановила, эта газировка. Что немножечко грустно. Здесь можно как-то прокипятить воду, потому что она у нас совсем не стерильна. Оригинальные патроны. Замечательно. Грязная вода. Снова. И еще одна грязная вода. Да. Так, у нас теперь 2,5 литра грязной воды. Литровая бутылка грязной воды. Такую воду пить небезопасно. Может вызвать несварение. Стоит очистить ее перед употреблением. А чем мне ее очищать-то? Очищать нечем. После обанка газировки можно создать полезный материал. Это не мусор переделать. О-о-о, металл. Понятно теперь, как тут все делается. Слушайте, интересная концепция. Домашний сироп от простуды. Сделан вручную. Немного облегчает болезни. Прикольно, слушайте. Очень-очень радует. И нам туда надо идти. Да, по компасу удобно ориентироваться. То есть четко знаешь, в какую сторону надо двигаться. Это очень радует. По идее, лагерь этот где-то рядом находится. Это очень круто. И нам срочно нужно пить. Обязательно. А еще лучше в идеале сделать кирку. Будет вообще-то замечательно. В принципе, игра любит фризить немножечко так, да? Микрофризы такие. Но они совершенно такие. Ну, скажем так, на них можно не обращать внимания. В целом же, оптимизация великолепная. Как я уже и говорил. По идее, где-то здесь. Новый лагерь. Ну, да. Почти здесь. Вон он. В метрах в пятидесяти отсюда. Ну, это тоже один трейлер, да? Это не круто. Ну, здрасте. Будет еще. Комбинируем. Для того, чтобы у нас не изнашивалась заточка очень сильно. Так. Прекрасно. Доза адреналина. То есть, зомбарей тоже что-то спамится. Это круто. Это очень круто. Тюремная заточка еще одна. Да. Великолепно. И мне не нравится то, что у нас здесь есть только один слот, в который можно что-либо устанавливать. Это не круто совершенно. Тяжелый фонарь. Да, у нас уже он есть. Доза адреналина. Опа! Деревянная бита, да! Энергетика романов. Слушайте, у нас даже есть на ком проверить биту. Да, мы на тебе ее проверим. Слышь! Да! Что-то как-то бита ему не очень идет хорошо. Очень не очень. Рюкзачок, конечно, у нас здоровый теперь. Офигеть. Ладно. А, в первую очередь, сейчас нужно все обследовать. Что здесь есть полезного. Газировка. Так, ну, можно будет сейчас утолить жажду. Еще один тяжелый фонарь. Вакцина. Великолепный. Жалко тут нельзя шкафчики открывать. Было бы приятно, если бы можно было. Так, у нас чистая вода есть. Надо попить. Угу. Чуть-чуть совсем почему-то восстанавливается. Рюкзак с карманами. Еще один. То, что мы рюкзак поменяем, ничто не меняет. В целом. Так, а там у нас зомбарь. Что-то я не хочу к нему подходить. Нафиг он нужен, правильно? Жить. А нет, ну, он сам решил к нам подойти. Тьму старую добрую заточку. Зомби выгодно убивать, потому что из них что-то может выпасть. Ой. Ой-ой-ой. Тих-тих, блин. Падла. Подошли неожиданно. Так. Тих-тих, блин. Падла. Доза адреналина. А что делать с этой дозой адреналина? Давайте мы прочитаем. Нейтрализует зомби-вирус. Немедленно используйте ее, если были ранены. Ну, были ранены, да. Хорошо. Дальше. Восстанавливать здоровье. Да. Но, блин, тут это сложно. Тут... Восстановление активно. То есть... То есть... Как-то постепенно восстанавливается здоровье или как? Ну-ка. Ну, ладно. Сойдет. Вполне сойдет. Где у нас там следующий лагерь? Ближе к городу, я думаю, лучше пока не идти. Потому что... Могут банально сожрать. Так. Нам исключительно в том направлении надо двигаться. Или даже вот-вот-вот-вот. Вот-вот так вот. Примерно. Да. Вот тут четко. Так и пойдем. Не, фиг ли. Приятно. Приятно. То есть какое-то количество скарба мы с вами уже собрали. И этот самый скарб, он... Блин, я все время думаю, что это такое-то сбор ресурсов. И этот самый скарб, он нам очень сильно помогает. Также радует то, что зомби спамятся полезные предметы. Те же... Те же самые шприцы с адреналином. Нам еще долго бежать? Я, кстати, так и не понял, что это за такие красные вышки. Может быть, это какие-то маяки? Не знаю. Не знаю. Вполне возможно. Мало ли. И можно ли на них... Нет, попасть на них можно. Смысл просто в этом какой. Практически непонятно. Что это за флажок такой? Перезаявить флаг? Что это? И... Ладно. Совсем непонятно, что это и зачем это. Надо пожрать. Съесть. Съесть. Выпить. Выпить. Вот тормалек. А, у нас же еще пустые банки образовались. Ага. Великолепно. Что-нибудь еще такое есть? Да. Слушайте, банки хорошо идут металлические. То есть, постепенно мы с вами сделаем детали, которые нам необходимы. И будет тогда вообще шикарно. И это, я думаю, что в этом лагере мы что-нибудь интересное сейчас найдем. Вполне возможно. Правда, здоровья у нас, конечно, не так много, но... Так, где заточка? Так, иди сюда. Ня! Это оружие само автоматически переключается. Не знаю, это баг или что. Иди. На! Подпадлю-ка. Все. Доза адреналина. Великолепно. Где она? Эй! Где? Где? Что-то... А! Быстрые слоты. Понятно. Давайте используем. Чутка. Чутка нам здоровье восстановит все это. Так. Тут зомби еще есть? Да, есть. Но лучше к ним не приближаться. Блин. В палатке ничего интересного. Овсяный батончик. Давайте сожрем его. Хорошо, кстати, восстанавливает запас. Запас желудка, хотел сказать. Большой рюкзак с карм. Что там за большой рюкзак с карм? У нас такой уже есть. А, нет. Слушайте, это какой-то более крутой. Да, это более крутой рюкзак. Слушайте. Во, да. Великолепно. Какой он получается? Еще более здоровый, офигеть. Марлевый бинт. Твою мать. Ну что ж ты будешь делать, а? Иди ты в сраку. Иди ты в сраку, тебе сказал. Подонок. На. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Здоровья мало осталось. Зверь. На. Тихо, тихо. Вот так. Вот. Да что ж ты будешь делать-то? Подонок какой-то. Подумай только. Так, у нас, по-моему, кровотечение. Или нет? А, здоровье восстанавливает. Причем хорошо так. Грязная вода. Снова. Да нет, пить грязную воду это не вариант. Нафига здоровье портить. Банка похлебки. Так, что это он опять у нас уходит резко стол. А, нет, все нормально. Резко стал голодный, потом опять нормально все у него. Патрона. Так, где-то здесь зомби. И причем даже не один. То есть, лучше идти в другую сторону куда-нибудь. Так, и у нас, по-моему, начинается день, да? И это очень круто. Что ж, друзья, давайте-то нам на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.